Здравствуйте! Я с удовольствием прочту вам сегодня Дегомерон. В это наше тяжелое время, пока нам надо всем сидеть дома, беречь себя, беречь своих близких, чтобы было не так скучно. День третий, новелла пятая, в которой зима дарит свою парадную лошадь миссера Франческо Веджелези, и за это с его согласия говорится его женой. Когда она молчит, он отвечает за нее от ее же лица, и все совершается согласно его ответу. Когда Памфил окончил новеллу о братье Пуччи, не без того, чтобы не вызвать смеха у дам, королева с достоинством приказала Элизи продолжать. Она насмешливая, но не по злорадству, а по старой привычке начала говорить таким образом. Многие и многознающие полагают, что другие не знают ничего, и часто в то время, как они думают провести других, замечают, что уже по совершении дела, что сами ими приведены. Поэтому я считаю большим неразумением, когда кто-нибудь без нужды решается потать силу чужого ума. Но так как, быть может, не всякий разделит мое мнение, я хочу рассказать вам, следуя установленному порядку, что случилось с одним дворянином из Пистои. Был в Пистои, вроде Верджелези, один дворянин по имени Мессер Франческо. Человек очень богатый, умный, вообще рассудительный, но безмерно скупой. Который, долженствуя ехать в Милан в качестве подесты, обзавелся всем нужным, чтобы прилично туда отправиться, исключая верховую лошадь, которая была бы ему необходима. Не находя ни одной, которая ему понравилась, он был этим очень изобочен. Жил тогда в Пистои некий молодой человек по имени Ричардо, невысокого происхождения, но очень богатый, одевавшийся так изысканно и опрятно, что все звали его обыкновенно зимой, щеголь. Он давно любил жену Мессер Франческо, очень красивую и честную даму, и безутешно увлекался ею. У него была одна из самых красивых в таскане верховых лошадей, и он очень дорожил ею за ее красоту. Так как все знали, что он увлечен женой Мессера Франческо, то кто-то сказал последнему, что если он попросит у зимы его лошадь, получит ее ради любви, которую тот питает, к его жене. Мессер Франческо, побуждаемый скупостью, велел позвать к себе зиму и попросил продать ему свою лошадь, рассчитывая, что тот предложит ему ее в дар. Услышав это, зима обрадовался и сказал ему Мессеры, если бы вы дали мне все, что у вас есть на свете, то и тогда не приобрели бы мои лошади путем купли, но вы можете, коли угодно, получить ее в дар с условием, чтобы прежде чем отдать вам ее, я мог бы с вашего позволения, в вашем присутствии, сказать несколько слов вашей жене, но вдали от всех, так, чтобы меня не слышал никто другой, кроме нее. Дворянин, побуждаемый скупостью, ответил, что согласен и, оставив ее в зале своего дворца, пошел в комнату жены и, рассказав, как легко он может добыть лошадь, приказал ей пойти выслушать зиму, но чтобы она хорошенько поистереглась отвечать что-либо, ни мало, ни много на то, что он станет говорить ей. Дама сильно это осудила, но так как ей надо было последовать желанию, мужа сказала, что сделает, и, отправившись за мужем, пошла в зал, чтобы выслушать, что хочет сказать ей зима. Тот, подтвердив свое согласие с дворянином, сел с дамой в одном углу зала, вдали от всех, и начал говорить таким образом. Доблестная дама, я полагаю и уверен, что вы при вашем уме уже давно могли хорошо понять, в какую любовь вовлекла меня ваша красота, которая, без всякого сомнения, превосходит красоту всех женщин. Каких я только когда-либо видел. Не говоря о достойных похвалы нравах и высоких добродетелях, которыми вы обладаете, сила которых могла бы покорить всякого, даже высокого духом человека. Поэтому мне нет нужды доказывать словами, что моя любовь была сильнее пламени, чем какую-либо питал когда-либо мужчин к женщине. Так, без сомнений, я буду любить, пока моя несчастная жизнь будет поддерживать эти члены. Ибо если там любят так же, как здесь, я вечно буду любить вас. Поэтому вы можете быть уверены, что у вас нет вещи, будь она дорогая или ничтожная, которую вы могли бы настолько считать своей, на которую могли бы при всех обстоятельствах так рассчитывать, как на меня, каков бы я там ни был, а также на всё мне принадлежащее. Для того, чтобы вы получили тому самое верное доказательство, скажу вам, что я счел бы большой милостью, если бы вы приказали мне сделать что-либо, что я могу и вам угодно, чем если бы я повелевал, а весь мир мне тотчас повиновался. Итак, если я, как вы слышите, до такой степени весь ваш, я не без оснований осмеливаюсь обратить мои мольбы к вашему величию, от которого одного может мне прийти покой, всё моё благо, всё моё спасение и ниоткуда более. Потому, о моё сокровище, единственной надеждой моей души, живущей в любовном пламени, лишь надеждой на вас прошу вас, как покорнейший слуга, да будет такова ваша благость, да смягчится ваша суровость, которую прежде вы высказывали мне, вам принадлежащему, дабы, утешенной вашими соболезнованиями, я мог бы сказать, что как ваша красота внушила мне любовь, так ей же я обязан жизнью, которой, если ваш гордый дух не склонится к моим мольбам, несомненно, угаснет, и я умру, а вас могут назвать моим убийцей. Не говорю, чтобы моя смерть не послужила вам к чести, тем не менее полагаю, что когда порой ваша совесть станет упрекать вас, вы посетуете, что так поступили. Иногда же лучше настроенные скажете сами себе, «Увы, как дурно я сделала, не пожелав моего зимы». Но это раскаяние не послужило бы ни к чему и было бы вам поводом для большой печали. Поэтому, дабы этого не случилось, пожалейте о том теперь, пока вы можете прийти мне на помощь. И прежде, чем мне умереть, склонитесь на милость, ибо от вас одной зависит сделать меня самым радостным или самым печальным человеком из числа живущих. Надеюсь, ваша благость будет такова, что вы не потерпите, чтобы такую и столь великую любовь я принял в награду смерти. Но что радостным и исполненным милости ответом вы утишите мой дух, в смущении трепещущей при взгляде на вас. Затем, умолкнув, он пролил несколько слез вслед за глубоким вздохом и стал ожидать, что скажет ему в ответ благородная дама. Дама, на которой не подействовало ни долгое ухаживание, ни турниры, ни любовные консоны на рассвете, ни что подобное, что из любви к ней устраивала зима, была тронута за душевными словами этого пылкого любовника и ощутила, чего прежде не ощущала вовсе, что такое любовь. И хотя, следуя приказанию мужа, она молчала, тем не менее тот и другой затаённый вдох не в состоянии было скрыть того, что она охотно бы и показала, если бы отвечала зиме. Обождав несколько и видя, что никакого ответа не последовало, он удивился, а затем стал догадываться о хитрости, упреблённой дворянином. Но, взглянув в лицо дамы, видя порой блеск обращённых на него взглядов и замечая, кроме того, вздохи, которые она не давала со всей их силы выходить из груди, он возымел некоторую добрую надежду и, оботрённый ей, решился на новую попытку, начав от лица дамы, слушавшей его, отвечать самому себе таким образом. Зима мой, без сомнения, я уже давно заметила, что твоя любовь ко мне велика и совершенно. Теперь же из твоих слов я ещё более о ней узнала и тем довольна, как и должно мне быть. Тем не менее, если тебе казалось строго и жестоко, я не хочу, чтобы ты думал, что в глубине души я была тем, чем казалось по наружности. Напротив, я тебя всегда любила, и ты был для меня дороже всего, но мне надлежало так действовать как из боязни другого, так и для охраны моей чести. Но теперь настало время, когда я могу ясно показать тебе, или люблю ли я тебя, и вознаградить тебя за любовь, которую ты питал и питаешь ко мне. Поэтому, утишься, будь в доброй надежде, и бемиссер Франческо должен отправиться через несколько дней в Милан по детству. Как то, знаешь, ты, подаривший ему из любви ко мне свою прекрасную верховую лошадь. Лишь только он уедет, я обращу тебе непременно на мою веру, и ради верной любви, которую к тебе пытают, то спустя несколько дней ты будешь со мной, и мы доставим нашей любви приятное и полное завершение. А дабы мне в другой раз не говорить тебе об этом деле, «Я теперь же скажу тебе, что в тот день, когда ты увидишь твои полотенца, вывешенных в окне моей спальни, выходящие в наш сад, вечером к ночи остерегаясь, чтобы тебя никто не увидел, приходи ко мне через калитку сада, ты найдешь меня, и я буду ждать тебя, и мы всю ночь будем в радости и взаимном удовольствии, как ты того желаешь». Когда зима, так сказала лица дамы, то стал говорить за себя и ответил так. «Дорогая дама, избыток радости, который доставил мне ваш ответ, так подавил все мои силы, что я едва могу сообразить ответ, чтобы воздать вам подобающую благодарность. Да если бы я и мог говорить, как желал, я не нашел бы достаточно долгого срока, который дал бы мне возможность поблагодарить вас вполне, как бы хотелось, как должно было мне сделать. Поэтому я предоставляю ваше благоусмотрение, понять то, чего, несмотря на мое желание, я не могу выразить словами. Скажу вам только, что как вы мне приказали, так я и намерен сделать непременно, и тогда, быть может, более успокоенной и великим даром, который вы мне обещали, я постараюсь по мере сил воздать вам благодарность, какую смогу. Теперь, пока ничто другое не остается сказать, поэтому, дорогая моя дама, да пошлет вам Господь ту радость и то благо, которое вы наиболее желаете, да и хранит у вас Бог». На все это дама не сказала ни слова, поэтому Зима поднялся и направился к дворянину, который, увидя, что он встал, пошел к нему навстречу и смея и сказал, «Ну, как тебе, кажется, сдержал я свое обещание?» «Нет», миссер, отвечал Зима, «вы мне обещали дозволить побеседовать с своей женой, а я должен был говорить с мраморной статуей». Эти слова очень понравились дворянину, который, хотя и был хорошего мнения о своей жене, теперь оставил одни еще лучше и сказал, «Итак, моя ли теперь парадная лошадь, что была твоею?» На это Зима отвечал, «Да, миссер, но если бы я думал, что извлеку из этой милости, которые мне оказали такую пользу, которую я извлек, я отдал бы вам лошадь, не прося милости. Дал бы Бог, чтобы я поступил так, ибо теперь вы, оказалось, купили лошадь, а я вам ее не продавал». Дворянин посмеялся над этим и обзавелся лошадью. Через несколько дней отправился в путь и поехал в Милан на должность одесты. Дама, оставшись свободной в своем доме, размыслив о словах Зимы, о любви, которую он к ней пытал, о верховой лошади, которую он отдал из любви к ней, и, видя его часто, проходившему мимо ее дома, сказала про себя, что я делаю, зачем теряю свою молодость. Тот отправился в Милан и не возвратился в течение шести месяцев. Когда же он вознаградит меня за них? Может быть, когда я буду старухой? Кроме того, когда я найду такого поклонника, как Зима, я одна, мне некого бояться, не зная, почему мне не прожить весело, пока на то есть возможность, не всегда у меня будет такое удобство, как теперь, никто никогда не узнает об этом, но если бы даже это и стало известно, то лучше сделать и покаяться, чем оставаться так и каяться. Приняв такое решение, она однажды повесила два полотенца на окно, выходившее из сад, как сказал ей Зима. Увидя их, он сильно обрадовавшись, лишь только наступила ночь, тайно отправился один к калитке сада дамы и нашел ее открытой. Отсюда он добрался до другой двери, ведшей в дом, где нашел даму, которая поджидала его. Увидя, что он идет, она встала, пошла ему навстречу и приняла его с величайшей радостью. Обняв ее и поцеловав сто тысяч раз, он последовал за ней вверх по лестнице. Там без примедления они легли и познали конечные цели любви. И хотя это был первый раз, но он был не последним, потому что пока дворянин был в Милане, и по его возвращении зима возвращалась туда много раз к величайшему утешению как той, так и другой стороны. Всего хорошего. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok